На Пхукете с восстановлением туристической индустрии открывается все больше мест для отдыха. Когда в уикенд пляжи переполнены и хочется отдохнуть от городской суеты, можно поехать в красивый атмосферный парк на севере Пхукета. Мы отправляемся в экопарк Рэбит Холл или Кроличья Нора. Тут можно сделать остановку, покушать и погулять по красивому парку, где живут домашние животные и птицы. Можно покататься на лошадях, зиплане и катамаранах. Сразу на входе нас встречают куры, петухи и семейство гусей. Их можно покормить, но ловить их не стоит, они слишком пугливые. Далее слева находится красивый водоем с мостиками из камней, где можно покормить карпов кои. А поднимаясь на горку, можно увидеть каскады красивых водопадов. Здесь можно отдохнуть в тени деревьев и послушать шум водопадов. Также здесь обустроена красивая фотозона. В центре парка расположено кафе-ресторан, где можно как покушать, так и заказать прохладительные напитки. Также, если вы устали, либо вам очень жарко, можно отправить детей гулять и отдохнуть здесь, наслаждаясь тишиной и прохладой. Справа от ресторана протекает река, с другой стороны которой пасется бык. Чуть правее расположен птичник, где живут попугаи по соседству с павлинами, среди которых есть и абсолютно белый. Далее мы отправляемся к главным героям этого парка, кроликам. Слева от кафе находится загон с кроликами. Они тут весело бегают и резвятся, а в перерывах хрустят морковкой и капустой. Кролики ручные, их можно взять на руки и сфотографироваться. У них тут есть норки, где они проживают иногда целым семейством. Единственная просьба, обратите внимание, как правильно брать на руки кроликов, чтобы их не травмировать. Сразу за кроликами обитают лошади. Они охотно кушают корм, выглядят здорово и ухожены. Лошадки очень прикольные, рекомендую. На них можно кататься как взрослым, так и детям. Сотрудники очень заботливые, помогут и придержат в случае чего. Следующая часть парка, это озеро, катамараны, зиплайн, качель. Поехали смотреть. Озеро большое по площади, но не глубокое. Тут плавают рыбы, есть фонтан и катамараны. Также на озере растут лотосы. Ну а мы сразу отправляемся на зиплайн. Зиплайн тут не экстремальный и дарит больше радость, чем адреналин. Вам дают всю экипировку, всю подготовку выполняет инструктор. Все, что вам остается, расслабиться и наслаждаться в полете красотами парка. В конце зиплайна обязательно поднимайте ноги, чтобы не пилячиться в вышку. Сразу телепортом мы попадаем в катамаран. Нужно крутить педали и поворачивать руль. Катамаран очень плавный, но зато можно полюбоваться лотосами и покормить рыбу. Кстати, совет. Если хотите увидеть лотос открытым, нужно приходить пораньше. Когда еще нету сильной жиры, позже лотосы закрываются. В самом дальнем углу парка есть еще одно озерцо и маленький сказочный уголок с лесными мавками и домиками гномов. Тут же, чуть левее от домика, есть лестница, поднявшись по которой мы попадаем на платформу, где расположены качели. Фишка этих качелей в том, что качаешься над пропастью. Но когда вы будете туда идти, предупредите об этом персонал. Они стоят возле лошадей. Тогда они пойдут вместе с вами и покатают вас. Мне возвращаться было облом, поэтому я пошел дальше. В конце тропинки мы спускаемся в точку сбора возле зиплайна. В конце маршрута нас ждет большая лежачая статуя девушки. Парк оставил после себя очень хорошее впечатление. Тут много фотозон, есть активные развлечения. Также рады и дети, им тоже есть чем тут заняться. Персонал очень вежливый и поможет в любой ситуации. Очень хорошее место для посещения семьей. Рекомендую. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...